Дэн Кларк выпустили, пожалуй, самые легкие магнитопланарные наушники, которые, ну, по крайней мере, я слушал. Они весят 300 грамм. К слову, Hi-Fi Man Edition XS весит 400, а, например, LCD2 или LCDX от Odyssey весит уже 600. Так что хотя бы поэтому эти наушники уже очень интересны. Смотрим сегодня на Дэн Кларк ION 2 Open. Как обычно, моя супруга сейчас вертит их в руках, а я вам расскажу про звук, покажу замеры и дам послушать. ION 2 приходит в небольшой черной коробочке, в которой скрывается также небольшой кисик, кабели и все остальное. Инструкция простая, но достаточно понятная. Здесь можно, например, посмотреть, как поменять амбушюры. В комплекте идут вот такие вот интересные фильтры. Ну, давайте назовем их фильтрами. Они вставляются внутрь амбушюры, ну, по сути, между мембраной и вашим ухом. И, видимо, как-то должны менять звук. Честно признаюсь, я не тестировал эту опцию. Но, если вы купите наушники, у вас будет возможность потестировать это самим. Да, есть еще и в белом формате. Хотя, вполне возможно, что эти подкладки нужны просто для того, чтобы заменить, если предыдущие загрязнились, например. Ну, и есть, естественно, сертификат о подлинности. Вот такой вот с голограммой. Салфеточку еще положили. Давайте взглянем на кейсик. Он, действительно, обратите внимание, совсем небольшой, даже в женских руках. Притом, сделан, на самом деле, очень здорово. Он плотный. То есть, если вы бросите наушники, допустим, в рюкзак, он точно сдержит всевозможные повреждения, которые теоретически можно нанести, если бы кейс был мягкий. Ну, и выполнен он довольно качественно, на мой взгляд. Ну, а теперь давайте посмотрим на наушники. И обратите внимание, даже в небольших женских руках они совсем не смотрятся огромными. Раскрываем их. Вот такая вот интересная конструкция получается. И вы знаете, во-первых, эти наушники выполнены из титана и алюминия. То есть, они и прочные, и легкие одновременно. Вот немножко приноровиться надо их складывать. Я думаю, что на это уйдет примерно раза два-три их сложить, разложить. И вы просто посмотрите, насколько гениально это сделано. Причем, знаете, вот обычно, когда компания придумывает какое-то новшество, и не обкатав его, оно как бы работает, но все остальные функции от этого страдают. Здесь же, я вам могу без всякой тени сомнения сказать, одна из самых удобных посадок наушников, которые я когда-либо пробовал на своей голове. Есть куча отличных наушников, которые я совершенно не могу переваривать у себя на голове. Например, те же самые фокалы мне всегда давят. Здесь же просто идеально. Если у вас небольшая голова, они прекрасно у вас будут сидеть на голове. Если у вас большая голова, они точно так же прекрасно будут сидеть на голове. И по весу это 328 грамм. Да, вот так вот эти фильтрики, кстати говоря, вкладываются. Ну, в общем, напишите в комментариях, если вы знаете, для чего их вообще создали. Хотя, наверное, нужно было взглянуть в инструкцию, что мы, естественно, не сделали. Да, конструкция, помимо того, что складывается вот таким вот хитрым образом, еще и позволяет как угодно фактически гнуть эти наушники. Потому что она сама по себе выполнена на вот этих вот дужках. И просто-напросто их сложно сломать, даже если вы очень это сильно захотите. Мне кажется, на эти наушники можно даже сесть. Вот киська пришла, ей все интересно, а ложиться в кадр красиво не хочет. Ну, и слушать наушники она тоже не хочет. Амбушюры очень мягкие. Опять же, на голове наушники сидят просто как домашние тапочки. Очень-очень удобно. А вот разъемы производитель сделал нестандартные. Из этого следует то, что нам понадобятся нестандартные кабеля. Впрочем, мы об этом поговорим чуть попозже. Внутри, как ни странно, планарный драйвер. Причем он относительно небольшого размера и вытянутой формы. Оголовье регулируется. То есть, подстроить можно под любую голову. Ну и обратите внимание, как гнутся эти наушники. Буквально как хочешь и ничего им не будет. Взглянем на комплектный кабель. Он сразу идет с отсоединяемым переходником на 6-35 мм. Выполнен достаточно просто, но при этом аккуратно. Не путается. Разъемы для наушников, хоть и напоминают XLR, но нестандартные. А теперь давайте замерим сопротивление кабеля. И вот эти показатели, честно сказать, меня совсем не радуют. Нет, конечно, ничего ужасного в этом нет, но могло бы быть лучше. А теперь давайте послушаем, как звучат эти наушники в сравнении с оригинальным файлом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь разберем амплитудно-частотную характеристику. Белая линия это идеальный сигнал от 20 Гц до 20 кГц. И зеленая линия это Дэн Кларк Айон 2 Оупен. И как вы видите по нижней части спектра, там где у нас находится бас, есть подъемчик. Подъемчик относительно средних частот небольшой. Он составляет порядка 5-6 дБ. И именно это приносит звуку вот эту теплость и мягкость. Причем, как вы видите, к концу диапазона бас не спадает. То есть бас глубокий на протяжении всей частотной характеристики, которую может слышать человек. При этом он достаточно ровный, вплоть до 300 Гц. И именно там, где вступают средние частоты, у нас идет небольшое опущение по громкости. Для того, чтобы потом снова подняться, но уже на уровне 4 кГц. Это нужно для того, чтобы несколько выделить высокие частоты. По глубине высокие частоты заходят далеко, но на несколько сниженные громкости после 11-12 кГц. Причем снижение совсем небольшое, и оно нужно лишь для того, чтобы избавить этот диапазон от всевозможных косяков записи и так далее. Ну то есть эти наушники простят вам, если вы будете слушать музыку, нет, не с ВКонтакте, но хотя бы с Яндекса музыки, с ВКонтакте вообще не стоит ее слушать. Отсутствие выделения по громкости в районе 2-4 кГц в основном скажется на женском вокале. Он не будет столь яркий и пронзительный. А компенсационная ямка в районе 8,5 кГц, хоть и небольшая, но учитывая общий уровень громкости высоких частот, избавит вас полностью от всевозможных сибилянтов и прочих проблем, которые присущи наушникам с ярко выделенными верхами. Но это вкусовщина. Здесь это сделано для того, чтобы звучание не утомляло. Наушники предполагают прослушивание в течение долгого времени и в принципе все сделано абсолютно правильно. Таким образом мы имеем достаточно ровную АЧХ с небольшой просадкой на середине, с немного выделенными верхними частотами и хорошую по продолжительности. Все это делает звучание данной модели не напрягающими в течение долгого времени прослушивания. И хоть не претендует на мониторность, но все равно выполнено абсолютно без каких-либо косяков и ярко выделенных акцентов. Это ровные, теплые наушники с немного выделенными ВЧ. С объективными данными закончили и теперь мое субъективное мнение. А собственно что тут говорить? Среди наушников с магнитопланарным драйвером, с таким малым весом, с такой удобной конструкцией, посадкой и в конце концов они по размеру могут поместиться в большой карман, когда их сложить. У них абсолютно нет конкурентов. Ну разве что наушники от того же самого Дэн Кларк, только от других моделей. Звучат же наушники как и присуще всем хорошим планарам. Они чрезвычайно детальны, причем по всему диапазону. Теплый и бархатистый низ, он достаточно детальный, но вместе с тем в нем присутствует и даже только от динамических наушников, а именно мягкость. И вот эта самая подушечка с приподнятым басом чувствуется. Для любителей мониторного звука это даже будет минусом. Но для людей, которые любят этот самый теплый, хоть и не ламповый звук, это будет определенно плюсом. При этом серединка у них просажена не сильно, поэтому вы ни капельки не потеряете в детализации, разборчивости и средних частот. У этих наушников нет надбавки, которую любят делать китайцы в районе 2-4 кГц. Обычно в этом диапазоне мы слышим яркость и звонкость женского вокала. Здесь же женский вокал будет звучать достаточно ровно и обычно. И для кого-то это опять же будет плюсом. А вот минусом, наверное, будет то, что обычно в наушниках, которые завышают несколько диапазона 2-4 кГц, на слух расширяется сцена. А в этих наушниках этого нет. Я могу сказать, что на слух сцена в этих наушниках умеренная и не широкая. Да, я не могу сказать, что она прям узкая и наушники звучат словно внутри головы, но тем не менее, я не могу сказать и того, что цена прям огромная. А вот с детализацией на высоких частотах все в порядке. Опять же, магнитопланарный драйвер они просто по-другому не умеют. Хотя, конечно же, те же самые LCDX куда детальнее. Но, во-первых, они дороже. Во-вторых, кому-то они даже могут показаться несколько суховатыми. А здесь высокие частоты хоть и заходят достаточно глубоко, но не столь явны, как в тех же самых китайских наушниках, которые, опять же, очень любят завышать тот самый диапазон от 2 до 4 кГц. Зато, будьте уверены, у вас не устанет слух от прослушивания этих наушников в течение долгого времени. А долго вы их захотите слушать. Потому что, во-первых, ну, среди магнитопланеров, конечно, они практически невысомые. Кроме того, наушники настолько удобно сидят на голове, делая это не только в весе, что их просто не хочется снимать во время прослушивания. Но есть у них и минусы. Для того, чтобы раскачать эти наушники, вам потребуется сварочный аппарат. Да, несмотря на то, что ION 2 Open сделаны как бы для портативного применения, они требуют достаточно мощного усилителя. И каким-нибудь маленьким плеером их не раскачать. В своем телеграм-канале я уже делился своим первым впечатлением. И я обратил там внимание на то, что даже моему Shanling M9 потребовался высокий гейн для того, чтобы они в полную меру заиграли. А там как-никак 1 ватт мощности. Ну, чуть-чуть не хватает. И в полную меру они заиграют уже от какого-нибудь более серьезного аппарата с большей мощностью. Ну, по крайней мере, выйдут на свой уровень. Нет, безусловно, к какому-нибудь современному плееру их вполне можно подключать. Они вполне нормально на нем будут играть. Но раскроются они именно на серьезном стационаре. Во-первых, потому что требуют очень хорошего усиления. А во-вторых, потому что сам по себе класс этих наушников достаточно высок. И от САПа с усилителем требуется уже качественная подача по части детализации. Ну, и второй момент. Наушники открытые, поэтому в метро в них лучше не ходить. Так что вариант с портативностью, честно говоря, условный. Я бы сказал, что это просто очень комфортные наушники для того, чтобы слушать их дома, положить в рюкзачок или большой карман. И в них же отправиться на работу, где их снова раскрыть и слушать музыку уже на работе. Ну, конечно, когда ваш босс не стоит за вашей спиной. Ну, или вы куда-нибудь в путешествие отправляетесь, и вам нужны наушники с хорошим качеством звука, но вы не готовы с собой отдельный рюкзак носить с тяжелыми большими наушниками и комплектом кабелей для них. Кстати, о проводах. Если вы заметили, здесь свой нестандартный разъем. Хотя, почему заметили? Я ведь вам уже об этом сказал в начале этого ролика. Так вот, если вы захотите заменить этот кабель, а скорее всего, судя по замерам, вы захотите его заменить. В общем, без комментариев. Где-то вот здесь или вот здесь, в общем, появится скриншотик, который я комментировать не буду. Ну, надо же Дэн Клак на чем-то зарабатывать, в конце концов. Потому что наушники за свою цену действительно получились огонь. Да, я ж вам не сказал про цену. А, и не скажу. Вы перейдите по ссылочке в описании и посмотрите. Удивитесь, цена за наушники адекватная. В общем, на мой взгляд, Дэн Клак постарались. Получилась действительно очень интересная модель. И мне было очень интересно с ней ознакомиться. Надеюсь, и вам. Ну, а мне осталось поблагодарить ребят, которых вы сейчас видите на экране. Потому что благодаря им я сейчас снимаю для вас очередной, хочется верить, интересный обзор. Именно благодаря вашей поддержке у меня есть такая возможность. Спасибо вам. Ну, а теперь, как обычно, я прошу вас поставить лайки, подписаться, если вы здесь впервые. Ну, и, конечно, пишите комментарии, если у вас есть опыт прослушивания этих или подобных наушников. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Да и людям, уверен, полезно. Спасибо за наушники магазина Dr. Head. Все ссылочки в описании. Все как обычно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok